Продолжение следует... Если вы хотите посмотреть прямо там, я даже согласен. Мне просто нужно будет письменный согласие от вас, оформить мое письменное согласие. Ну, чтобы у меня взяли письменный согласие. Ну, чтобы было все по закону. А так я не согласен. Только все по закону. Хорошо, сейчас я старшую смену вызову. 110, 7-му, 110, 5-му. Просто тут вот вход, вот отсюда вход. Выход, точнее. А люди заходят туда через рамки. Через рамки я не хочу заходить. Они магнитные, просканивают, облучают и так далее. Я прошел вот здесь. Яденько попросил, чтобы я рюкзак снял. Я говорю, не хочу снимать рюкзак. Здравствуйте. Василий, да? Меня Павел зовут. Просто я вот заходил, я не хочу через эти магнитные рамки проходить. Здоровье берегу свое. И прошел вот здесь. Человек просит у меня рюкзак. Ну, предъявите, пожалуйста, рюкзак к осмотру. Да. Осмотр, я имею ввиду, осмотр можно вот так вот внешне посмотреть, а не против, смотрите. А если вы хотите досмотр? Внешне. Нет. А если вы хотите провести? Покажите, пожалуйста, предметы, которые срабатывают. А я не знаю. Вещи меня не интересуют. Это металлические предметы. Я не знаю, как металлические. Это может быть гранат, это может быть маникюрное, что угодно. Ну, я понимаю. Мы не знаем, поэтому просим вас предъявить предметы. Я как бы не хочу... Это дело добровольно. Да, добровольно. Вы можете показывать, можете не показывать. Но если вы не показываете, вы в торговый центр не проходите. Потому что на обедте охраны, на этом установлено требовательный пропускной режим. И одно злое почтения торгового центра для посетителей, это соблюдение требовательного пропускного режима. Я понимаю. Это не мера принуждения, не хотите, не показывайте. Я не буду, да. Я, естественно, не буду показывать, но если просто 2478, ваш федеральный закон о ЧОПе. Вы ЧОП? Да, да. А можно ваше удостоверение? Не ЧОП, а ЧОООО ФОРООН. ЧОООО. Можно ваше удостоверение? У меня удостоверение в кабинете. А у кого-нибудь вообще мне, чтобы удостовериться? Покажи мне, где она есть. Можно вас? Просто если вы, да, официально лицензированный охранник, то, естественно, вы должны взять письменное согласие с меня, если вы хотите посмотреть мои вещи. Я ничего не должен. ЧОООО ФОРООН. Все, я понял. Статья 12.1. Вы старший? Обеспечение внутриобъективного пропускного режима. 12 статью? 12.1. Пункт. Ну, я говорю, статья 12? Да, давайте посмотрим. Дело в том, что очень уж сильно надоели мне вот эти вот охранники со своими такими придуманными правилами. Собственно, они все ссылаются на этот же закон ОЧОП 2487-1, но на статью 12.1. Так вот, в этой статье указано, действительно указано, что сотрудники охраны могут делать то-то и то-то, применять физическую силу и спецсредства при нарушении вот этих вот внутрирежимных и пропускных объектов. Но, дорогие мои, давайте посмотрим на первую статью вот этого же закона, где точно прописаны определения. И вот тут мы как раз видим, что же такое внутриобъектовый и пропускной режим. Это касается только на тех объектов, собственно, которые придуманы для того, чтобы защитить некое предприятие. Допустим, у вас какое-то есть предприятие по производству там туалетной бумаги и гречки. Так вот, чтобы вот эта информация внутренняя, так скажем, не проходила за территорию, чтобы никто ничего не воровал, чтобы туда был допуск только у нормальных, у квалифицированных работников, чтобы туда никто бомбу не пронес и так далее, и так далее. Только поэтому созданы вот эти внутриобъектовые пропускные режимы. Естественно, чтобы пройти туда, нужно показать паспорт, нужно показать удостоверение или там пропуск специальный. Только после этого тебя пропускают. Но такие принципы прямо противоречат публичной оферте, которая как раз нам говорит, что публичная оферта это предложение неограниченному кругу лиц. Там не нужны паспорты, не нужны пропуски и так далее. Поэтому здесь, собственно, прямое противопоставление, противоречие. Поэтому не применяется в обычных магазинах вот эти вот нормы. Естественно, сотрудники охраны у нас ничего этого не знают, а лишь используют то, что им выгоднее. Нашли что-то похожее на правду, поэтому используют. Поэтому, собственно, с этим мы и боремся. И это только начало пути. Дальше будет больше, дальше будут жалобы, естественно, и иски и так далее. И, надеюсь, получится прийти к какому-нибудь финальному итогу. Можете забыли. Ну, еще седьмая, если написано, что вы не имеете права на частный сыск. Седьмая статья. А почему тут частный сыск? Это как? Любое собирание информации. Я не собираю информацию. Ну, а зачем-то? Мы разговариваем на разных языках. Нет. Коллективная деятельность и частная охрана, они разные. Одно и то же. Один федеральный закон. Регламентируются разными. Нет, один и тот же федеральный закон. Разные, да. 24-87. Но не пьются другими нормативными правовыми актами. Понимаете? Нет, общие нормы одни. А дальше уже разные. Причем здесь сыск и осмотр? Как это при чем? Любое собирание информации гражданина, его частной жизни, это является сыск. Вам запрещено собирать информацию. Какое у вас собрание информации? Как это? Мои личные вещи. А мне ваши личные вещи не интересуют. Мне не стоит предмет, на который срабатывает. Но это моя личная вещь. Мои личные предметы. Покажите этот предмет. Нет, я не хочу показывать. Ваше право, можете не показывать. Я согласен показывать, если вы предоставите мне письменное согласие, возьмете у меня. Да я не буду ничего проявить. Я даже вам скажу, я согласен, только письменное и все. Чтобы подтвердить тот факт, что вы меня... Досматривали. Я вам сейчас просто статью закона покажу. Так я знаю ее 12-ю статью? Я тоже знаю. В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенной охранной организации, с клиентами или заказчиками, частной охранникой, при обеспечении требований того пропускного режима в пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраны, груза, денег, средств и иного имущества, имеют право требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдение требований того пропускного режима. Раз. Осталось только убедиться, что такое пропускного... Осмотр. Нет. Осмотр. Что такое... Как ты его сказать? Нутриобъектовый просто режим. Нутриобъектовый, да. Что такое внутриобъектовый режим? Потому что любая организация, которая предоставляет услуги населению, там не может быть внутриобъектового режима. И доступ к этой услуге должен быть без препятствий. Молодой человек, вы никакие услуги не оказываете населению. Вы нет. У меня с вами вообще никакого интереса. Как это сделать? Знаете, что такое? Договор публичная оферта. 420-я статья. Договор публичная оферта. Знаете, что это такое? Я еще раз говорю. 426 статья гражданского кодекса, договор, публичная оферта, где предложение. Вы не готовы показать предметы, на которых срабатывают? Нет, я же говорю, я готов. Все, вы в торговый центр не заходите. Вот смотрите. Я же говорю, я готов. Вы слышите или нет? Смотрите. Имеет право написано сотрудников охраны. Так вы не поняли. Вы смотрите. Имеет право осмотр вносимого... Досматривайте, я же не против. Осматривайте. Вот, посмотрели. Нет, это уже досмотр. Когда вы... Досмотр проводится... Досмотр и осмотр. На наполдосмотр личных решений, приглашением двух приглашенных граждан. А также, если хотите, чтобы я вам что-то показал, вы должны из письменного согласия. Вот я вот не понял. Покажите мне где письменного согласия. Нет где-то я должен знать. Если мне покажете... Я вам еще раз говорю. Я знаю. Если мне покажете где написано, я вас покажу, вы не будете ничего показывать. Так нет, возьмите с меня письменное согласие и всё. Не буду разбрать, я не сотрудник полиции. Если сотрудники полиции я прямо согласие с разбирать не буду. Я сейчас посмотрю, только я вызову полицию, чтобы Росгвардия... Именно Росгвардия, чтобы приехала, посмотрела. Полиции, сотрудники Росгвардии не имеют права, понимаете? Нет, я сообщу, что ЧОП нарушает мои права, и, естественно, вы подведомственные Росгвардии. Хорошо. Я попрошу, а там уже как? И пока они будут ехать, я уже как раз поищу вам и прямо покажу. Ликбез называется устроим. Да. Чей только? Ваш. А если они скажут, что сотрудники охраны права, тогда чей ликбез мы ликвидируем? Ну, тогда будем их ликвидировать без ликбеза. Их? Да. Ну, я думаю, что вы просто покажете им и пройдете второго центра. Им не покажете? А мне пока это не принципиально. Если пустите, так не пустите. Мне тем более. Риск будет не к вам, а к ТЦ. Без разницы получают. Ну, к вам-то, конечно, без разницы. Просто я же говорю, будет ли где-то? У меня за прошлый месяц написано 18 заявлений в прокуратуру. Понимаете? Этим не гордятся. Этим не паспается. Я не горжусь этим. Я говорю, что ни одного судебного решения нет, понимаете? А хотите скажу почему? Не правомерно. Нет, а хотите скажу почему? В отношении меня бы хотя бы административное какое-нибудь взыскание. Вы в полиции служили? Я 18 лет. Ну. И после этого ты не понимаешь, почему не возбудились? Да, я здесь вообще знать не знаю, понимаете? Нет, ты сам понимаешь, почему не возбудились. Потому что менты ментов кроют. Одна шарага, вот и все. Чего? Чего? Это вообще про важные вещи. Нет, потому что меня дико не нравится, когда человек говорит на меня 18 заявлений в прокуратуре и меня не привлекли. Алло? Потому что действие соответствует законодательству СССР. Нет. Сто процентов нет за ответственность. Ну как? Я вам закон показывал? Это вы неправильно применяете его. Как это неправильно? Как неправильно. А еще есть закон, что вы можете применить спецсредства. И задержать до пресса полиции. Это там же написано. Вот я и говорю. Спецсредства и оружие. Только в каких случаях? В случаях предусмотрено законодательство СССР. Вот и то же самое. Если мы сейчас будем такие пихать, то мы усмеем право просто заломать. Вот именно. И вызвать сотрудников в полицию и передать сотрудникам в полиции. Они на вас составят протокол по 20-17. Что вы нарешаете внутренних сопроводственных режимов. Вот и все. Алло, здрасте. А мне бы полиция. Это полиция? Спасибо большое. Я слышал вашу основу. Да. Слышали? Сотрудник охраны мотивирует. Я слышал тем, что это является процедурой не досмотром. А осмотром. А я говорю, осмотрите, пожалуйста. Ну, вот так, внешне посмотрите. Ну, вот как транспорт. Средство, например, это визуальный осмотр вокруг транспорта. Для того, чтобы вовнутрь, это тоже досмотр. Если личный принцип. Вовнутрь я не дострагиваюсь до ваших личных вещей. Не смотрю ваши личные вещи. Меня интересует предмет, на который страдает детектор. При граждании. Согласно закону об оружии, здесь, на территории торгового центра, вместе с массовым пребыванием граждан, запрещено нахождение с оружием, ножами и так далее. Не может быть такого. Дело в том, что... Я могу свободно, допустим, если у меня есть разрешение на пистолет, свободно передвигать? Да, конечно, можно. Конечно, могу. Нет. Конечно, можно. Вам повезло. Я юрист. Я вот, насколько помню, например, согласно статье 12 закона о ЧОПе. О ЧОПе. Вот как раз Дианника ее и цитировал. Внутриадиктовый режим он говорит, поэтому... А частные детективные охраны деятельности... 2487. Прямо будет конструктивный диалог у нас. Нормально. Красным, подчеркным. Замечательно. Только, пожалуйста, давайте выкинем вот эти вот 18 заявлений, прокуратура на меня было. Мы все мусора, бывшие, друг друга прикрываем. Вот этого не надо, хорошо? Вы оскорбляете, сейчас сотрудники прокуратура. Кого? Я мусоров оскорблял. Не сотрудника прокуратура. Есть полиция, а есть мусора. Вот мусора – это те, на кого заявление пишешь, и никто их не сажает. Кстати, между прочим, понятие осмотр с недавнего времени даже исключили из Кодекса административных правонарушений. Не знаю, может быть, ЧОП пользуется таким понятием. Мы их действуем в основании федерального закона частных тенков людей. Ну вот, о котором мы говорили. То есть, и вы вправе, если гражданин не показал содержимое своего, допустим, багажа? Содержимое не надо показывать. А как это? Процедура осмотра. Я вам говорил, что эта процедура добровольная. У нас упирается в то, что надо мне открыть. Да, вы можете не открывать. Ну вот я не открываю. Это все волновать не должно. Я, к сожалению, ни одного предложения не могу договорить. Ну, давайте договорите, простите. Да. Ну, то есть, охрана имеет право, даже в случае, если она правонарушение установила как воровство, только в этом случае она вправе задержать до приезда полиции гражданина. А тут даже при входе, ну, конечно же, это не законно. Конечно, это на добровольном согласии. То есть это, если не возражают граждане, чтобы вот таким образом, допустим, заглянуть в сумку, да, не прикасаясь к вещам, там, это, это уже административная процедура, на которой уполномочены только сотрудники полиции и только в соответствии со статьей 27.1 Кодекса административных правил. 27.1. Так вот я тоже говорю, я как бы ну. Сейчас приезжают сотрудники полиции, которые вызвали, тогда, если так мы разговариваем, потребуйте от них двух приглашенных граждан составление протокола личного досмотра. А зачем? В присутствии двух приглашенных граждан они имеют право вас досмотреть. Да, имеют тоже. Помнишь, как мы говорили? Только есть какие-то обстоятельства, условия. Условия. Он же еще застрелить человека может, полицейский-то. Но это не так, что он просто может взять и пострелять. Ваша форма протокола, который содержит досмотр, имеет перечень причин для досмотра. Да, там лично написано. Нет там причин. И, кстати, вы ошибаетесь. Там указывается причин. Уже теперь не требуется наличие для проведения досмотра, уже не требуется наличие двух понятых. Можно видео. Мы разным языком разговариваем. Можно видео. Я вам говорю, приглашенные граждане. Понятые и приглашенные граждане – это два процессуально разных положения. Простите, я посмеюсь, но это вообще… Простите, вы знаете, я занимаюсь защитой граждан. Кто такой понятой? Подождите, тогда полиции с нами. Кто такой понятой? Есть осужденные. Есть какая-то категория? Мы сейчас их не касаемся. Среди граждан? Как вы назвали? Есть приглашенные граждане? Есть свидетели. Да. Разница есть понятого свидетеля? Конечно. Большая. Я о чем говорю. Например, сотрудник полиции не может быть понятым, но может быть свидетелем. А вы сказали, что есть еще статус? Приглашенные граждане. Приглашенные граждане. Процеполь досмотра посмотра. Где это такая формулировка? Для меня новости были. Я просто столько учился, учился. И оказывается, только в миграционном законодательстве есть статус приглашенного гражданина, когда вы иностранцев приглашаете в ход от себя административных правонарушений и других нормативных правовых актов. Такой статус, как приглашенные граждане, помимо понятых и свидетелей, он нигде не предусмотрен. Это ваша фантазия. Вы не найдете. Вы не уходите до сгора, мы же все равно ждем. Поболтаем, поспорим. Мы же интеллигенты. Смотрите, есть осмотры, есть осмотры. Осмотры – это добровольное согласие, досмотры – это мера принуждения, правильно? От осмотра и то и то административная процедура, но от осмотра даже гражданин вправе отказываться. Так вот я отказываюсь, а мне говорят, значит, ты не пойдешь. Даже сотрудники охраны. Я вот отказываюсь. И сотрудники, как я полагаю, сотрудники охраны, конечно же, не вправе запретить доступ к этому. Тут совершенно другие вопросы. Я вот с ними… Вот, например, в Израиле, и ваше внутреннее распоряжение, и ваше руководство, они, к сожалению… Это не внутреннее распоряжение нашего руководства. Наше руководство действует здесь на основании договора об оказании охранной пускулки. И в этом договоре, в приложении 2, здесь, которое есть, написано положение о внутриобитом пропускном режиме. Дано право требовать от граждан. В этом приложении, к договору, написано, наказание права на суд, что внутриобитом пропускной режим, правило внутриобитом пропускного режима не противоречит законодательству со стороны у вас. Не должно противоречить. А оно противоречит, по сути. Я не могу воспользоваться… А если вы считаете, что я в отношении вас поступаю на правомерность… Да. Сейчас приезжают в странице полиции, берете заявление, пишете заявление, пишете объяснение, и дальше уже не будут разбираться с собой. То есть вы все равно под свою ответственность берете? Как любят многие охранники, говорят, по моему личному ответственности. Я выполняю свою работу. Хорошо. А можно представителя торгового центра? В курсе, он не в курсе? Никого нету? Должен быть обязательно представитель торгового центра… Торгового центра или служба безопасности? Торгового центра именно? Именно администрация сейчас? Сейчас выходной. Препутопус тоже, участные охранники. А вот как вы думаете, здесь внутриобъектовый пропускной режим или нет? Или все-таки внутриобъектовый – это где завод по изготовлению спиртного? И там по паспорту, по пропускам… Если предприятие, там совершенно другая история. Предприятие, производящие какую-то проводу, завод там и так далее, там у них, конечно, надо это изучать, но в магазине… Не, но там пропуски по пропуску. А здесь не по пропуску, видите? Здесь же не по пропуску. Здесь обсе публично? Здесь не оперта публичная? То есть она не конкретно человека? Покажите мне определение юридическое общественного места? Если конфиденции, есть признаки? Нет… … Любое место, которое, не скажи, пускай общественное место. Общественное место? Не общественное место, оно прямо имеет статус «не общественное место», а именно «закрытое учреждение». Они расписаны отдельными законодательными актами. Где это написано? Отдельно законодательное, на каждой. Вот где-то, покажите мне. Так я вам еще раз говорю. Не признаки, не квалификация, просто общественное место, это место, где собирается более 10 человек, к примеру. Оно есть во многих документах, только косвенно. Допустим, употребление алкоголя. Помнишь употребление алкоголя? Как оно называется? Статья 2021? 2021. Вот там прописаны критерии примерные общественное место. Примерные. Да, не все. А я вам говорю, что конкретно может быть статус «не общественное место», а не наоборот. Пускай общественное место, статус «не общественное», без разницы. Сейчас нам надо с определениями определиться. Да, вы настаиваете на осмотре, а мы дадим. Кого не пускаем? Ого-го-го. Опять вы? На работу дадите? Ну, конечно, не дадим. Особенно вот этому вот не дадим. Ну, в общем, далее здесь уже говорится, что вас проводить. Нет, у вас не пускают, а что в случае не знаю. Да, надо просто составлять материалы по 19.1, самоуправство. И, естественно, по нарушению 27.7. Как я пришел, как сотрудник охраны докладывает, молодой человек проходит меморамки, он беспокоится о своем здоровье, вопросов нет. Но просим личную кладь осмотреть, он говорит, я не буду ничего показывать, но я пойду в торговый снивер. Нет, я согласен, я согласен, смотрите, смотрите, Сергей, я согласен, я просто говорю, возьмите с меня письменные заявления хотя бы. Знаете, как проще сделать, я вам так скажу. Вы бы открыли при нас рюкзак, куда все посмотрят, был бы нет, не проходить. Я же говорю, я даже дам письменное согласие, я же говорю. Ну, составлять я покажу. Что составлять? Ну, материалы 27.7, 27.7, 27.7, 27.7, 27.7. Ой, мамочки. Здравствуйте. 27.7, досмотр, протокол досмотра, пожалуйста. Пустите граждан, пусть они правят торгового центра. Предмет покажете. А что вы, вы понуждаете нарушать, что ли? Нарушать, что ли? Внутренние, внутренние правила. Тогда придется правило. У них внутренние правила. Ну это правила не должны противоречить законам Российской Федерации. О, аллилуйя, Сергей, вы прям красавчик. Я вам объясняю. Не слушайте его, он вас на какую-нибудь фигню подобьет, я вам серьезно говорю. Я могу сказать, или вы на свой взгляды что-то поговорите с нами, постримить, подонатить и так далее. Граждане, пропустите, пусть они походят, поснимают. Пусть они вам покажут предмет. Порядок они общественно нарушают, не ругаются, все трезвые, все нормально. Они нарушают внутри авиатуро-пропускного режима. Что еще раз? Нарушают внутри авиатуро-пропускного режима. Внутри пропускного режима, я же вам говорю, я как должностное лицо вам говорю. Граждане свободны по Конституции Российской Федерации, могут проходить где-нибудь заблагорассудиться. Соответственно, граждане хотят... А нет, не присвоен статус никакой. Послушайте, это частная территория. Я вам еще раз объясняю, вы обязаны пропустить граждан. Они пришли в торговую цену. Никаких частных территорий, никаких здесь ваших законов внутренних не могут противоречить Конституцию Российской Федерации. Согласен. Тогда вопрос, а не решает. Граждане еще пускай. Не пускай, полиция здесь только я, один больше никто не принять. Они нарушают. А что нарушают? Заявление какое-то. Ну давайте я сейчас принесу. Примите, да. Мы тоже оставим заявление. Только граждане, пропустите, пусть они пройдут. Субтитры сделал DimaTorzok